Короче, Скликосовский! Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Приветствую всех на своем канале. Сегодня снова займемся вихревой медициной, уже в новом году. Собирался сделать продолжение второй части по секретам статического электричества, но занялся изготовлением очередной партии комплектов, так как из-за исследования по моим излучателям уже более трех месяцев эту работу совсем запустил. Но обычные торы мне стало неинтересно делать, поэтому я решил в новой партии изготовить гибридные торы, что сейчас вам подробно и покажу. Прежде чем начать, я в очередной раз хочу напомнить присутствующим, чтобы обязательно посмотрели мои предыдущие выпуски по этой теме, так как кто этого до сих пор не сделал, могут быть не в теме, вообще про вихревую медицину, и снова будут мне писать не совсем адекватные комментарии. А так как я считаю, что и так много времени отдаю добровольной волонтерской работе, то не собираюсь терпеть излитую желчь от быдляцких гопников и дополню все это популярным мемом. Прошу отнестись к этому с пониманием. Благодарю! Поэтому, кто не владея пониманием основ этого направления, будет пытаться тупо гнобить тему, без полемик просто уходит в бан. Эффективность вихревой медицины доказана на многих десятках тысячах примеров, а у меня многие сотни. Я не собираюсь никого убеждать в полезности этого вида лечения. Тем более, что у меня нет вообще никакой заинтересованности привлечения подписчиков, просмотров и лайков. Я просто делюсь опытом и не более. Я ничего своего не рекламирую и тем более не продаю. А теперь перейдем к теме. Так как я вам уже немало показал информации по своим разработанным излучателем, а точнее энергетическим посохом, то надеюсь вы поняли, что появились новые возможности в вихревой медицине и повысилась полезность в целом. Но торы остались торами и я решил их серьезно модернизировать, а точнее создать компактный гибрид тора и вихревого излучателя. В результате есть такого варианта и такого. Получился вот такой и такой. Для показа новых возможностей и сравнительного анализа я взял обычный генератор на микросхеме TD7056A специально в голом виде. С выходной мощностью около 0,5 ватта. И усиленный генератор чуть более 1 ватта, который уже много раз демонстрировался в деле. Для этого случая я изготовил еще один вариант датчика статического излучения на светодиодах. Итак приступим. Вот у меня для примера лежат несколько каторов. Я вот новой партии намотал несколько каторов трифиляров. Этот вариант из прошлых партий обычный бифиляр. Вот здесь и здесь абсолютно одинаковые намотаны и по количеству проводов и по длине и точность намотки. Все абсолютно одинаково. вот этих нескольких генераторов. Дальше генератор TD7056. Это не Дэновский генератор. Я как-нибудь буду делать видео по этому поводу. Вот в данном случае это собрано на универсальной плате, но с проводниками. И как видите не надо никаких специально плат разрабатывать, что-либо делать. Вполне нормальная схема получается. Радиатор небольшой, так как микросхема почти не греется. Вот сейчас вот сюда подключено питание. Здесь я показывать буду, что какое напряжение подается на генератор и какой ток он будет потреблять, чтобы вы воочию все видели. Хотел еще осциллограф подключить сюда, но и так слишком уже много проводов и места мало. Просто могу сказать, что этот генератор 0,5 ватта, этот выдает где-то около 1 ватта. По потреблению вы увидите, ну, КПД и так далее. Это все потом разберемся. Сейчас я вот показываю вам обычный генератор и трифилляр. Я его подключаю. Вот здесь индикация, что у нас сейчас это работает. Вот мои индикаторы, которые светятся, тоже показывают. Для чего я это все делаю? Я хочу вам показать, как в стандартном виде. Это даже трифиллярные. Ну, бифилляр я уже не буду трогать, потому что примерно будет то же самое. Может, чуть-чуть хуже. В данном моменте вот что. Вот, к примеру, так, я немножко, наверное, сделаю меньше освещения, чтобы было более ясно все. Вот на концах проводниках можно поймать, как неонка светится. Здесь немножко неонка светится на самой катушке, то есть непосредственно. Это вот с такой мощностью. Вот эти индикаторы показывают. То есть обычная стандартная ситуация. Вот эти вот можно индикаторы показать. Ну и так далее. В общем, все оно так, довольно тускло, довольно неярко и довольно слабо. Тем не менее, эти катушки работают, точнее, торы. От них достаточно серьезная эффективность. Вот можете посмотреть. Вот сейчас 12 вольт и где-то 0,12-13 ампера. То есть в результате потребление этого генератора чуть больше ватта. Но учитывая, что у него КПД, естественно, меньше, чем 50 процентов, на выходе у нас получится, если замерить, будет пол ватта. Радиатор почти не греется, еле слабый. Вот сейчас он пока поработает. Я потом замерю температуру вам, если не забуду. Вот у нас сейчас такая ситуация. Стандартный тор, трифеляр. Это из хороших намоток, достаточно эффективный. Но я считаю, что этого недостаточно. Так как у него больше доминируют электромагнитные волны над статическими. То есть, если его сильно приближать к телу непосредственно, то все-таки он дает некий вред. Конечно, пользы значительно больше, но тем не менее, вредность есть в нем. Поэтому я и занимался тогда излучателями, которые работают на 20-30, а то и 50 сантиметрах от тела. И фактически уже излучение радио и магнитное вообще никак не влияет. Только чистая статика. Вот чтобы сделать и такие компактные вещи, я разработал вот такие варианты. Значит, вот у нас тор. Сейчас он подключен к обычному генератору. Если мы подключаем его к этому генератору, так, но этот генератор требует немножко больше напряжения. Где-то 16 вольт. Я уже не раз говорил, что это Дондорф, вариант от Дондорфа. Он мне его когда-то подарил. Таких пару штук уже. Я их полностью переделал. Изначально они потребляли где-то около 12-15 ватт. Сейчас, как видите, 0,27-28, 16 вольт. Это где-то 3,5-4 ватта всего. Это их потребление. Ну, а КПД у них низкий. Меньше 50% тоже. Поэтому на выходе около ватта. Так, этот я отключу. Естественно, он мощнее. Вот у нас явно индикатор засвечивается лучше. Можно их дальше ставить. Они будут светиться. То же самое с неонками. Все уже веселее работает. Вот более яркое. Уже светится по всему периметру Тора. Уже это все веселее и ярче. То есть, у него мощность повысилась, но вместе с тем повысилась, естественно, и радио. Паразитное. Вот этот индикатор. Я сейчас тоже вам расскажу про него. Вот это чисто статический индикатор, который заменяет... Ну, вы видели раньше, если смотрели мои прошлые видео. Более такие глобальные были индикаторы. Вот. Они заменяют неплохо неонки, потому что неонки все-таки работают более от высокого напряжения. и чувствительность у них низковатая. А тут вот, пожалуйста. Сейчас я объясню, как это работает. Вот. То есть, стало заметно веселее. Тем не менее, сами видите, все надо очень близко. Причем, вот, я уже когда-то показывал, но еще раз могу показать. Вот почему я говорил, что все вредно получается, что поближе если железо какое-то поместить, то вот катушка вот даже может срываться, точнее, генератор может срывать частоту. Вот, например, фольга видите, срывает ему частоту. То есть, уходит с резонанса. но если вот это располагать здесь, так как в данном случае, если посмотреть внимательно, то именно в торце этих торов минимальное излучение. то есть, как бы мертвая зона. И в этой мертвой зоне, если расположить какой-то металл, не сильно большой, он фактически не влияет на генерацию и не сбивает частот. Этот эффект я и буду использовать. Вот, можем посмотреть тут вот тоже лампы уже светятся, но еще, так сказать, не очень это все светится. Вот, понятно. то есть, на более высокой мощности около ватты тут вот более-менее что-то еще есть. Но, если подключить к этому генератору на пол ватта, фактически эти лампы даже не светятся. То есть, очень слабо. Тем не менее, я же говорю, что эффект есть, конечно, у этого и тем более у этого. Но, это уже один ватт надо уже более осторожно применять, чем вот этот . вариант. Теперь, что я сделал? Так, отключаем это и убираем. Я сделал два варианта гибридом. один гибрид вот такого вида. Так, пока я включу, чтобы объяснить все. Значит, это обычные монтажные коробки. Я тоже уже не раз особенно вот эти вот показывал. Обычная монтажная коробка, которая применяется для монтажа электросети. Вон, тут даже есть соединительные игрушки, которые здесь, конечно, не нужны будут. Можно, конечно, если у вас есть вот такие применять. Или вот такого типа побольше. Тут немножко надо побольше применять, потому что вот это будет притык, тоже годится. И вот это, и вот этот вариант тоже годятся. Но не очень. Все-таки лучше вот такой вариант побольше. Вот я тут закрутил. Значит, тут обычно, ну, обычный шуруп сюда вкручивается. Я когда-то под магнитные дела заказывал пластиковые винты, гайки тут, прокладочки типа полиэтилена. Вот они сейчас пригодились. то есть вместо шурупа я там делаю резьбу троечку. Значит, тут я не заклеивал ничего, так не закреплял, просто вот вживую, чтобы показать вам. Значит, опять же торт рефляр. Опять же вот эти вот разгонные разгонные обмотка, она никак не подключается. а сюда на выходные обмотки подключаются небольшие вот такие вот ленточки. Это вот у меня остатки оставались от тех излучателей. Помните, я там их специально под размер разрезал, и вот это были отходы. Вот типа такого. Значит, тот, что поменьше, соответственно, тут полосочки тоньше, в этом полосочки вот такие потолще и подлиннее получается по периметру. Видите, вот таким образом. То есть что-то вроде этого получаем. Тут закрепляется это все, соответственно, уже потом можно припаять, заизолировать. Я просто показываю. Вот и один у нас получается излучатель с этой стороны, другой излучатель с этой стороны. Что выходит при этом? Значит, вот здесь получается одна фаза, здесь другая фаза, а здесь фазы встречаются вместе. Это как в моих больших излучателях. Но, тем не менее, по ауре они, конечно, работать не будут по полной. Оно будет заниматься всеми остальными делами по биоэнергетике, но всю ауру, конечно, оно не охватит. это для местной локализации. Для местной локализации. И вот, к примеру, закрываем. Правда, оно там не закреплено, может укоротнуть даже, но это так. Для эксперимента пойдет. и вот теперь мы подключаем к обычному генератору. Так, напряжение делаю меньше. Включаем. И смотрим, что у нас вышло. И вот, мы видим, что уже у нас этот индикатор. Так, делаем меньше свет. этот индикатор у нас загорается. Вот, как раз тут, как я говорил, встречается одна фаза, вторая фаза. Между фазами, если класть этот индикатор, все горит уже. Хотя, в стандартном случае, обычном, оно гореть ничего не могло. Вот здесь тоже можно посмотреть. вот это одна фаза, другая фаза. Тут интересная уникальная особенность получается этой системы в том, что тор работает туда и сюда, как обычно, вверх и вниз. То есть, мы, когда прикладываем к телу, вот, или этой стороной, или этой стороной, и все. Потому, что максимальное излучение шло или сюда, или сюда. здесь же как раз очень интересно получается. Вообще можно комбинировать. Самая главная сторона получается вот эта. То есть, прикладывать лучше вот так. Можно, конечно, и так, и так, потому, что вот эти излучатели, две фазы, они будут свою фазу давать, это свою противоположную фазу давать, и вот это все будет меняться. Мало того, что она идет прокачка вот здесь вот, сверху и снизу, она теперь еще будет прокачивать и с боков. А вот здесь будет уже вообще смена фазы полная. И вот здесь вот самый будет лучший эффект всего прикладывания. Я уже экспериментировал естественно и на себе и на жене. Пока еще не успел больше ни на ком толком, но эффект заметный. Разница ну, очень серьезная по сравнению если просто тор власть на какое-то место. необходимое. Так, ну вот тут естественно как раз вот радиоизлучение остается тоже, оно не меняется. Радиоизлучение никак не меняется. Но вот именно статическое как видите если надо было до этого прикладывать к тору и то к самим выходом самой намотки и то еле-еле оно светилось то тут вот видите где видно вам не да видно видите все светится ну и поэтому тоже на торе когда было без излучателей оно вообще никак не светилось вот это точно вот видите расстояние оно фактически то же самое осталось то есть при той же мощности излучения радио паразитных мы резко увеличили увеличили статическое излучение эффект причем здесь настолько комбинированная система получилась по этому поводу что и здесь и здесь и главное вот это вот оно и здесь ну просто здесь у нас провод идет поэтому здесь не совсем удобно отсюда что-либо делать но вот как вот отсюда идет излучение очень мощное вот такое и именно закрученное вот это вот очень хорошо теперь если же я подключаю к одному вату так опять увеличиваем 16 вольт где-то 0.22 естественно опять это все повышается но не сильно но вот эти уже соответственно видите как фактически вот даже если вот так положить уже мощность настолько серьезно поднимается что вот закотята горит и соответственно вот видите то есть это совершенно не на торе это далеко от того торн находится здесь у нас а вот как все светится то есть эффективность резко возрастает я говорю появляются уникальные возможности потому что чем более излучение статическое заворочено закручено тем лучше причем я не раз говорил в своих прошлых выпусках что когда кладете тор или плоскую то желательно не просто положил и чтобы оно лежало а все-таки двигать чтобы не постоянно потому что организм когда на него направляется какое-то действие и абсолютно одно и то же одинаковое оно приспосабливается и уже не так реагирует на ситуацию когда же мы постоянно вот так вот двигаем и сейчас вот тут возникает очень интересное само собой поле вот и когда мы вот так вот делаем вот периодически ближе дальше туда-сюда вот у нас получается эффект значительно лучше идет полоскание вот я объяснял тоже своих прошлых видео по замечательным им насчет полоскания мощнейшего полоскания так и вот это вот такой вид и увеличенный вид так опять сейчас включу свет не знаю наверно на малый не буду время идет вот здесь я уже встроил такой индикатор то есть здесь просто вот эти два светодиода и просто две проволочки я взял обрезки у них фторопластовых обрезков много просто и оно никуда не касается там внутри и вот видите вот как что там что там одинаково тоже опять же видите вот абсолютно одинаково светится как и светилась но статически вот посмотрите разница какая видите насколько вот то есть тор опять такой же но увеличились излучатели площадь излучателей и расстояние от катушки самой от самого тора и вот смотрите что у нас происходит вот у нас индикатор опять выключаем видите на каком состоянии начинает засвечивать или тот же самый берем ту же самую неонку уже получается фактически как вот на больших излучателях на посохах энергетических про которые я раньше рассказывал вот видите какое расстояние и вот уже светится это уже уже серьезная модернизация это уже серьезные возможности возникает и фактически получается что вот эти вот индикаторы и вот такие всякие они в общем-то уже и особо и не нужны потому что достаточно чисто статического индикатора который достаточно ярко светится сейчас я разбираю показываю вот тут я уже вот смотрим внимательно тут я уже все наклеил тут я уже все закрепил оно здесь все сейчас готово фактически к употреблению то есть вот лента одна фольга вторая фольга закрепить можно значит ну просто берете вот эту фольгу тоже как я говорил конец фольгу от тора распушиваете многожильный провод укладываете заворачиваете в эту фольгу и зажимаете у меня там такие типа скрепов металлических зажимаете ну и естественно чтобы дальше не расходилось заливаете термоклей вот я залил термоклей тут немножко подкрепил хоть оно и оно и приклеено но тем не менее лучше всего еще и вот если присмотреться внимательно то от светодиода провода просто висят они никуда не приближены даже не приближены к этой ленте они просто свободно здесь вот лежат между то есть влияние фактически никакого не оказывается то же самое практически что вот я вот так делаю на некотором расстоянии и оно светится это то же самое и вот эта конструкция она обладает значительно большей мощностью возможностями мощность именно статике не электромагнитных волн вот это самое главное то есть электромагнитные волны остались те же а статика резко увеличилась вот это вот мы можем все увидеть сейчас другое дело что еще раз повторяю что по сравнению с большими излучателями точнее посохами оно не обладает восстановлением ауры так как этого недостаточно здесь слишком малое расстояние между излучателями поэтому я их и делал такие чтобы они были на вылет большие чтобы могли охватывать все тело когда они охватывают полностью все тело тогда они работают полностью на ауру и ее восстанавливают накачивают вот это делает только местную прокачку то есть не полную ауру но местное все равно воздействует так как нам необходимо выключим видите уже оно на расстоянии все работает вот можно посмотреть что здесь почти два сантиметра расстояние оно уже тут вообще вот сантиметра три то есть получился такой гибридик который показывает возможности по локализации по месту больной орган он по эффективности по локализации не хуже больших излучателей его можно держать тоже не совсем близко вот вот здесь получается что так как вот эта самая эффективная сторона вот они сходятся здесь излучение и вот когда мы к телу подводим не обязательно подводить вплотную абсолютно не обязательно я даже чувствую сейчас как энергия вот примерно 5 сантиметров расстояние можно положить даже вот например на столе если у вас там на уровне пояса почки печень просто можете на стол положить рядом буквально и просто сесть вот недалеко телом где-то вот расстояние 5-10 сантиметров от этого и оно локально будет обрабатывать вам это место и очень эффективно фактически излучение радио там уже не будет никакого я вам наверное в каком-то следующем или через пару выпусков покажу как это все насколько вот эти гармоники как на излучение это действует насколько эффект но не буду сейчас вот а теперь еще что хотелось бы показать кроме всего прочего так ну вот у нас чуть-чуть нагрелся я хотел маленький поколеный большой покажу вот сколько у нас работает вот где-то до 4 ватт здесь вот показываю насколько там радиатор-то нагрелся 34 градуса контроль 25 34 меньше 10 градусов разницы сами понимаете что это вообще ничего так чуть-чуть подогрелось и все а раньше до моей модернизации тут вообще вентилятор стоял сильно шумел конечно сейчас в этом необходимости нету вот и раньше ему надо было 24 вольта сейчас 16 вот это уже как не знаю как хотите думайте вот обратите внимание 0,28 ампера и вот я сейчас нагружаю эту конструкцию буду отворачивать в сторону чтобы в камеру не било так вот сколько вот видите я нагружаю его как чем больше я нагружаю меньше ток становится это так слоу если тут еще чего-нибудь нагрузить ну некуда будет еще меньше ток а нагрузка все увеличивается значит по размерам это стандартная коробка который вполне хватает вот она 100 миллиметров 103 там 104 105 вот это коробка примеру 80 под 80 почти 79 80 то есть вполне вот в этих вот пределах достаточно можно даже чуть больше коробку но не меньше потому что вот это впритык вот такая вот такая как раз получается между но больше чем это уже нормально да я что хотел сказать рассказать этот индикатор ну эффективность и вы уже его увидели просто как раз вот те индикаторы которые делал для больших посохов они тут неудобны да и зачем они такие большие для вот этого измерения а вот это вот пожалуйста вот положил и видно как он светится все и сразу видно как излучение все тут отлично значит как он сделан вот я взял кусок пластика 3 миллиметра примеру без разницы это не имеет значения так как отключаем вот прямо отсюда взял где-то меньше сантиметра отмерил и отрезал соответственно вот вот у нас этих трех миллиметров взял обычную эту ленту как я уже не раз показывал как на других я делал вот нарезал то что по 12 вольт они секции три штучки значит они вот так шли вот последует резистор 1 2 то есть плюс-минус плюс-минус и так далее запараллельны по 12 вольт переворачиваете резисторы к резистору здесь прямо вот припаиваете можно перемычками можно и так она припой вполне держит вот берете вот примерно можно меньше можно больше но можно меньше паша больше уже слишком уже будет длинным не удобно пользоваться значит берете фольгу отходов вот у меня это тоже конечно склейкой стороной нарезаете по естественно по этой ширине здесь посередине делаем зазорчик миллиметров 5 10 15 тоже особо без разницы обклеиваем полностью отдать но где-то до сюда вот видно данным вот сюда накладываем спаяну эту ленту тоже снимаем там клейку основу вот перед этим да перед этим чуть не забыл значит и берем ну даже опять же в ту тот же фторопластовый провод мгтф меру вот здесь припаиваем убираем изоляцию распушиваем многожильный провод кусочек сколько там ну сантиметр где-то там полтора и распределяем его по этой фольге зажимаем это все проклеивается то же самое с этой стороны только с этой стороны например верхняя часть а с этой стороны нижняя часть и все у нас получается вот такая вот система в виде индикатора чуть ли не карманного эту демонстрацию будем заканчивать когда монтировал запись оказалось что статическое излучение сильно влияет на новый микрофон который я сегодня испытывал если вы заметили изменения в звуковом сопровождении этот микрофор петличный и с аналоговым выходом микрофон встроенный в юсби камеру меня сильно не устраивал да и вас возможно тоже но вот оказывается динамичная статика явно наводится на конденсаторный микрофон но так как времени на перезапись нет то оставлю все как есть следующих выпусках закончу вторую половину про тайны динамичной статики готовлю небольшой показ опытов по статичной статике и давно уже не делал разоблачений вероятно ближайший выпуск будет об ютубовских аферистах а вам как обычно здоровья и долгих лет